В плане поездки рабочей группы под председательством руководителя области Константина Сумара было посещение семи точек города над Бугом, где сегодня проходят интенсивная дорожная работа и благоустройство. Улицы Кижеватова и Осипенга, территория около магазина на углу Красногвардейской и Пионерской, железнодорожные переезды на лейтенанта Рябцева, дороги в районах Адамково и Речица, пешеходная зона западного обхода. Усовершенствование перечисленных объектов ощутимо изменит уровень комфорта как при поездках на личном и общественном транспорте, так и при пеших прогулках. Мы сегодня видели, что очень большая работа проведена уже по привокзальной площади со стороны пригородного вокзала и по улице Осипенко и поликлиники нашей, которую мы, я думаю, к юрю месяцу сдадим полностью с этой улицей. И очень много было нареканий, и мы видели то же самое, когда путепровод этот или же железнодорожный переезд с Рябцева, и там пробки всегда стали сумасшедшие. Рябцева прекрасно сделали, а вот этот перешей как раз он во многом портил настроение тем людям, которые передвигались своим автотранспортом. Поэтому и там мы договорились, и сейчас эта работа проведется полным ходом, чтобы сделать двухполосные движения, и там примерно на процентов 40-50 станет меньше пробок, чем это было. Поэтому эта задача решается и выполняется. И, конечно же, мне было интересно посмотреть, потому что очень много людей делали нареканий, которые проживают в микрорайоне Домково, Речица. Помимо качества проведения работ, губернатор еще раз уточнял и сроки их окончания. Растягивание строительства недопустимо, в первую очередь из-за очевидных неудобств, неизбежных при подобной модернизации транспортных артерий города, а также из-за возможного увеличения стоимости. Но, по словам ответственных лиц, сегодня все идет по плану, и объекты будут сданы вовремя. Те графики, которые были установлены по благоустройству улиц, они выполняются. Просто хочу еще для сегодня сказать, что я когда-то говорил, что нам в целом по городу Бреста надо будет в ближайшие годы сделать 86 километров улиц. Там, где есть кое-какой асфальт, но там много проблем и по ямочному ремонту, и вообще по покрытию асфальтному, по развязкам некоторыми. Поэтому мы сегодня еще раз обговорили, и это у нас в графике, что вот 14-15 год и захватим, конечно, 16-й, мы практически все эти дороги сделаем очень хорошими, и там не будет нареканий людей по этим улицам асфальтным. Прямая дорога в Брестскую крепость – тема, которая была на устах практически с начала строительства западного обхода города над Бугом. Несмотря на то, что в нескольких сотнях метров правее бывшего пешеходного перехода теперь регулируемый перекресток со светофором, а на время праздничного митинга движения для автомобилей и вовсе решено перекрывать, берестельцев очень волновал вопрос прямой дороги к мемориалу. Сегодня такая возможность есть. Под мостом уже создана специальная пешеходная зона, которую, к слову, берестельские граффитисты уже отметили своими художествами. Я должен сказать, что очень хороший объект и сделано добротно. Только, я смотрю, не успели покрасить стенки, а уже наши художники начали в своем граффите заходить и что-то рисовать. Поэтому, я думаю, будет правильно. Я сегодня об этом сказал и руководителям горосполкома, я думаю, и БРСМ должен к этому подключиться. Взять и представить нашим молодым людям и объявить конкурс на лучшее определенное изображение, чтобы это было связано где-то с патриотической тематикой, с Брестской крепостью. И пускай нас в рай порисуют. Такой конкурс надо обязательно будет объявить. Если все эти объекты, как и было обещано, будут сделаны качественно и сданы в срок, то совсем скоро Брест, давно славящийся красотой и уютом, станет еще комфортнее и привлекательнее, как для горожан, так и для гостей нашего города.